В ходе реализации долгосрочной специальной операции ФСБ России совместно с органами внутренних дел была пресечена деятельность преступной группы, причастной к совершению особо тяжких преступлений на территории Республики Татарстан. Оперативным штабом НАФ в Республике Татарстан была получена информация о нахождении в городе Чистополе в одном из заброшенных гаражей вооруженных лиц, занимающихся террористической деятельностью. Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации о противодействии терроризму, руководителям оперативного штаба было принято решение о проведении на территории Чистопольского муниципального района контртеррористической операции. В ночь на 1 мая бойцами подразделения Альфа Центра специального назначения ФСБ России были приняты меры по пресечению преступной деятельности бандитов. Гараж был заблокирован, находящимся в нем лицам было предложено сдаться, на что они ответили отказом. При этом один из преступников попытался скрыться через имеющийся потайной ход, произвел несколько выстрелов по сотрудникам правоохранительных органов и бросил гранату. Ответным огнем он был нейтрализован. В результате срабатывания самодельного взрывного устройства второй злоумышленник, находящийся в гараже, получил ранения и несовместимые с жизнью. Личности бандитов предварительно опознаны. Ими оказались Раис Менгалеев, 1976 года рождения, и Беслан Назипов, 1979 года, разыскиваемые за террористическую деятельность на территории Республики Татарстан. Они были организаторами и участниками целого ряда преступлений террористической направленности, в том числе покушение в июле 2012 года в городе Казани на муфте Духовного управления мусульман Республики Татарстан Файзова, убийство руководителя учебного отдела данного управления Якупова, а также ряда других террористических акций. Менгалеев был тесно связан с дагестанским банк-подполем и зарубежными эмиссарами международных террористических организаций. Им в 2012 году была создана диверсионно-террористическая группа под названием Муджахида Татарстана. Доподлинно известно, что в ноябре 2013 года банк-группы была предпринята попытка подрыва цистерн с химической продукцией и хранилища нефтепродуктов на территории комбината Нижникангск-Нефтехим путем запуска пяти самодельных ракет, начиненных взрывчатым веществом. При осмотре места происшествия обнаружены пистолет Макарова с запасным магазином, гранаты F1, боеприпасы, несколько СВУ и составные части к ним. Изъятые с места проведения спецоперации составные части взрывных устройств, по предварительным данным, идентичны компонентам СВУ, примененным при совершении попыток подрыва в 2013 году ритуальных камней в культурно-историческом комплексе в селе Белярск Алексеевского района и на территории Белярского заповедника. Кроме того, проводится проверка причастности нейтрализованных лиц к поджогам в прошлом году пяти православных храмов в различных районах республики. В 5.20 руководителям оперативного штаба, начальнику управления ФСБ России по республике Татарстан, принято решение об окончании контртеррористической операции. Таким образом, можно говорить о раскрытии на территории Татарстана серии терактов, совершенных бангруппой Менгалеева. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся необходимые оперативно-рискные мероприятия и следственные действия. Информационный центр Национального антитеррористического комитета Чацкий Андрей.